Неделя в эфире. Здравствуйте. За эти дни водитель маршрутного автомобиля сбил 12-летнюю девочку. Губернаторы депутаты выразили соболезнования. Приехал полпред Бабич. Прокуратура заинтересовалась депутатом Викторией Синиченко. Оренбуржцы на все это смотрели, чистили снег и думали, как спасти отставшего от косяка лебедя. Обсуждать в неделе будем вот что. Премий спортсменам не будет. В бюджете появляются все новые статьи экономии. На ком будут экономить дальше и чем готов пожертвовать город. Томографы, лекарства, силиконовые импланты и подгузники. Список запрещенки за рубежа ширится. Прогнозы нашего Минздрава. Кого и как лечить будут. Очереди волнения, ажиотаж, последствия закрытия пунктов МРЭО. От компьютерного сбоя до передела и волевого решения. Версии происходящего. Плохие новости не повод для грусти. 80% населения живут с ощущением счастья. Темы и события обсудим вместе с журналистом Денисом Минаковым и адвокатом-блогером Владимиром Тишином. Безобидная на первый взгляд неделя на самом деле оказалась полна скандалов и противоречий. Вроде и появилась информация о том, что четверо из пяти россиян счастливы, а новости как-то радости не добавляли. Взять хотя бы автолюбителей. Аншлаг по их звонкам в редакцию начался на прошлой неделе. Водители едва ли могли зарегистрировать свои машины. Пункты МРЭУ закрыли. В Оренбурге остался один на транспортной с ГИБДД. Но тогда была надежда, что филиалы откроют. В инспекции полиции, хоть официально не комментировали, но говорили что-то о компьютерном сбое. Но на этой неделе опять огромные очереди, нервные водители и пожимающие плечами сотрудники полиции. Счастьем, как говорится, здесь и не пахло. Закрытые всю неделю двери, как свидетельство того, что назад дороги нет. Пункты МРЭУ уже никто не откроет. Все на транспортную. Проехал все пункты, нигде не работает. Только вот здесь. Я в шоке. Офисы не работают второстепенные, то есть все ринулись сюда. Сейчас вот буквально передо мной машина 2-3 развернулась, просто уехали. Что случилось, зачем, почему, никто на эти вопросы ответы так и не дал. Доводы об электронном сбое, похоже, оказались мифом. На подготовку ответа на запрос у полиции, как и любых других структур и чиновников, есть 10 дней. Поэтому все предположения и доводы пришлось собирать самим. Все закрытые пункты регистрации оказались частными. Их открывали предприниматели. В каждом из таких пунктов сидел инспектор ГИБДД и минимум один менеджер, который занимался оформлением документов. Вот только не всегда в подобных филиалах все действовало в соответствии с регламентом. Уличив очередной пункт МРЭУ в нарушении порядка, руководство УВД, скорее всего, и решило, что закрыть подобные пункты проще и легче, чем работать над ошибками. Кстати, в пятницу уже некоторые пункты регистрации автомобилей открыли свои двери по странному стечению обстоятельств. Это чудо совпало с визитом в Оренбург полпреда Бабича. И вроде бы радоваться водителям, но опять нет. Сами сотрудники пояснили, открылись не знаем на сколько, сделки проводить не будем, лишь помогаем оформлять документы. Народу в тот день в пунктах было немного. Все, как и прежде, толпились на транспортные, часами ожидали оформления документов на автомобиль. Раньше в день через эти регистрационные пункты проходило по 40 человек. Теперь, ради написания заявления, ехать сюда вряд ли кто-то захочет. Последствия очевидны. Кроме очередей, десятки людей остаются просто без работы. Почему их закрыли, это, наверное, тоже догадаться несложно. Я думаю, что поскольку эти филиалы контролировались и во многом были так называемым сращиванием частного бизнеса и государственных услуг, то, наверное, вот на этом фоне коррупцию проявить, коррупционные какие-то составляющие проявляются наиболее часто и ярко. Поэтому я думаю, что, конечно, закрытие связано в первую очередь с тем, что в определенный момент определенные нечистые на руку сотрудники ГИБДД оказывали определенные услуги за деньги, те услуги, которые были не совсем законными или совсем незаконными. Неофициальным поводом для всей этой истории с закрытием МРЭО явилась именно коррупция, то есть по тем слухам, которые ходят в этих кругах, и задержание неких сотрудников ГИБДД, которые прошли последнее время. Но также вся эта ситуация показывает то, что у нас в стране можно абсолютно одномоментно, волевым решением сделать что угодно, в том числе какие-то необъяснимые действия, которые выстраивают трехдневную очередь на транспортной. Никакого объяснения логичного, то есть официальное объяснение это отсутствие, сбой базы, хотя сами работники говорят, что такого быть не может, чтобы база в одном месте работать, а в другом нет. Показывает, что вот таким вот импульсивным решением можно поставить все с ног на голову, и, конечно, никакому положительному результату, кроме озлобления и дополнительной возможности коррумпироваться в данной ситуации, это не приведет. А счастливы ли на этой неделе в Минздраве? Наша область вошла в тройку регионов с самой лучшей медициной. Оптимистичная новость пришла из Москвы. На совещании руководителей региональных органов здравоохранения Совет Министров Оренбургской области присвоили третье место среди российских субъектов по качеству оказания медицинской помощи. Об этом сообщили ряд оренбургских интернет-изданий. Оценив состояние здравоохранения в российских регионах по таким критериям, как техническое оснащение больницы-поликлиник, эффективное использование оборудования, укомплектованность кадрами, количество проведенных высокотехнологичных операций, показатели рождаемости и смертности, Росздравнадзор включил Оренбуржье в тройку лучших субъектов в 2016 году, говорится на сайте Министерства здравоохранения области. Ссылаясь на слова руководителя ведомства Михаила Мурашко, интернет-портал пишет, что наших медиков обогнали лишь ростовские и пермские врачи. Однако информации, подтверждающие лидерство оренбургской медицины, нам найти так и не удалось. На сайте Росздравнадзора, который якобы присвоил Оренбуржью третье место, указаны другие регионы, победители в разных номинациях. Ни одного упоминания о нашей области почему-то не нашлось. Оптимистичную картину ломает и заявление федерального министра здравоохранения. Выступая 7 декабря в Госдуме, Вероника Скворцова признала, что коррупция в медицине неискоренима. Цитата. Медицина – это микромир, который отражает макромир. Пока есть коррупция, есть коррупция в медицине. Это понятно. Честно говоря, понятия не имею, по каким критериям оценивалась Оренбургская и все другие области, и все другие регионы Российской Федерации. Поэтому вполне допускаю, что по определенным критериям Оренбургская область может не только входить в тройку, но даже лидировать. В целом, по уровню медицинских услуг, если комплексиво во всем, я сомневаюсь, что Оренбургская область входит в тройку ведущих регионов России. Но хотя бы в силу того, что до этого она никогда не входила, и у нас не существует здесь какой-то серьезной научно-исследовательской базы, а следовательно и каких-то супер-мега известных специалистов, которые могли бы медицину в Оренбургской области продвигать. То, что наша медицина Оренбургская вошла в тройку, говорит, на мой взгляд, по большому счету, не в том, что у нас хорошая медицина, а в том, что в других регионах все гораздо хуже. То есть, это все относительно. И мы прекрасно знаем, как у нас обстоят дела с очередями, как у нас обстоят дела с записями специалистов, как у нас обстоят дела с лекарственным обеспечением, когда в экстренных случаях, когда там очередные, курсы химиотерапии нужно пройти, а препарата нет. То есть, такие случаи тоже бывают. И с отношениями медицинского персонала к пациентам мы тоже знаем, что происходит. И как относятся к врачам администрации больниц мы тоже знаем. И где лечатся наши врачи мы тоже знаем. Поэтому, к сожалению, на мой взгляд, это лукавые цифры, лукавая статистика. Она оторвана от того, что мы видим каждый день вокруг себя. Еще одна новость медицинской сферы этой недели. Правительство России в три раза увеличило список медицинских изделий, которые нельзя ввозить из-за рубежа. Теперь под запретом 128 наименований, включающих в себя как предметы личного пользования пациентов и расходные материалы, так и высокотехнологичное оборудование и протезы. Теперь будут закупаться исключительные их отечественные аналоги. К примеру, те же томографы в России производят всего два предприятия. В правительстве уверены, их мощности и опыта достаточно, чтобы обеспечить страну качественными аппаратами, а людей – качественным обслуживанием. Тем временем полугодовала Ангелина Анушко с мамой 7 декабря прилетела в Берлин. Историю болезни и борьбы за излечение этой малышки с тяжелейшим пороком сердца знает, пожалуй, уже весь город. На жизненно необходимую операцию в германской клинике собирали деньги всем миром. Рекомендации врачей ведущих российских клиник, которые говорили, что статистика выживаемости после операции в Германии намного лучше наших показателей, впечатлили сотни горожан и, конечно, родители Ангелины, тогда как в областном Минздраве вера в отечественную медицину и позиции ее защиты не ослабевали. В итоге деньги из резервного фонда выделил губернатор. Сейчас девочку обследуют в Берлинской клинике. В ближайшее время должны назначить дату операции. К слову, обещанного министром здравоохранения Тамарой Семивеличенко медицинского сопровождения в перелете девочки так и не предоставили. О результатах германских специалистов пока говорить, конечно, рано, но уровень обслуживания, оснащения и комфортности, по словам мамы девочки, не сопоставим. На самом деле в России, наверное, производятся какие-то уникальные операции. Есть уникальные специалисты и есть случаи, когда проводятся уникальные операции. Единственная разница в том, что в Европе и в Израиле это поставлено на поток и статистика успешных случаев больше. И вероятность того, что вас там поставят на ноги выше. Что касается ограничений закупки импортного оборудования, мы видим, что там кроме высокотехнологичного оборудования, также присутствуют средства перевязки, также присутствует оборудование для недоношенных детей. На мой взгляд, если производят отечественные производители данные оборудования, дай да бог, зачем им требуется ограничение конкуренции. То есть, значит, что-то либо в цене не так, они не могут конкурировать с импортом, значит, что-то не так, например, с налогообложением этих предприятий, с кредитованием этих предприятий, либо что-то не так с качеством. Так за что получена награда Минздравом? Почему детей нам советуют лечить здесь, в России? А сами чиновники при первой возможности летят поправлять здоровье за границу? Об этом поговорим еще после рекламы. Это неделя, и мы продолжаем. Итак, мы в тройке лучших по здравоохранению Оренбургской области. Но в чем пока непонятно. У нас производят в России все, что нужно для здоровья. Импорта не надо. Но сами чиновники предпочитают заграничные клиники. Почему так получается? Эти вопросы моя коллега Екатерина Сдвижкова задала заместителю министра здравоохранения Галине Зольниковой накануне в программе «Эхо-недели». Вот фрагменты. Для нас стало приятной неожиданностью, ну, может быть, приятным известием. Мы, конечно, к этому стремились, чтобы организация помощи сдвинулась с тех вот нехороших показателей, но не очень хороших показателей, которые были в Оренбургской области. И когда увидели ранжирование, то Оренбургская область вошла в тройку лучших. По прорыву, по внедрению новых технологий, по изменению показателей рождаемости и смертности. А что это за новое введение, вы говорите? Новые подходы к оказанию медицинской помощи. А это, как говорится, именно первичную медицинскую помощь. Мы пытаемся ФАПы, в которых нет медработников, привлечь туда сотрудников медицинских. Правительство России решило расширить список медицинских изделий, которые запретили возить из-за границы. Вот, как вы считаете, это скажется каким-то образом на качестве медицинских услуг? Ну, я не вправе давать оценку своему правительству. Я ему полностью доверяю. И полагаю, прежде чем запрещается какой-то ввоз товара, сначала прорабатывается. Есть ли этот товар на территории Российской Федерации? Мы посмотрели тот список, который не рекомендуется к ввозу из-за рубежа. Абсолютно уверена, это оборудование у нас на территории Российской Федерации производится. Достаточно ли этого количества заводов и достаточно ли у них опыта для того, чтобы производить? Достаточно. Для того, чтобы вот надо посмотреть внимательно. Там же есть определенный порог уровня, ну, например, там компьютерные томографы 16-срезовые, 64-срезовые. Есть еще другой уровень, который не запрещают возить. А вот таких аппаратов, точных, хорошо подходящих к исследованию, к скрининговому исследованию, у нас достаточно. А какова сейчас доля импорта, импортных оборудований, в частности, в области? Сейчас вводится перинатальный центр. Порядка 70% отечественного оборудования и 30% импортного оборудования. Время, когда просыпается самосознание российских инженеров, конструкторов, и мы иногда даже не ожидаем, что это наше оборудование. А что касается лечения за рубежом? Министерство здравоохранения знает, о чем говорит, что на самом деле в России могут помочь. Есть хирурги, которые не просто проучились за рубежом, а вот просто талантливые врачи, которые предлагают свои услуги. Но если гражданин отказывается от этих услуг и требует поехать за рубеж, он имеет право оплатить и поехать за рубеж. Но тем не менее, получается, что мы видим, чиновники-то наши сами часто предпочитают ехать лучше туда. Почему? Значит, они платят, имеют средства, платят. И я же вам сказала, что каждый... То есть там все-таки как-то лучше будет, да? Я не ездила, не лечилась за рубежом. Даже приехав однажды вот совсем недавно за границу и пожелав пролечить там зуб, потому что так случилось, мне посоветовали, ну вы знаете, у вас ведь не хуже, и я полечила у нас здесь. В некоторых областях мы, может быть, уступаем, в каких-то областях. Например, в комфортности, в умении преподать себя. Но это не квалификация врачей и не оснащение, это именно просто какие-то вот такие бытовые... Да, говорю об этом совершенно уверенно. Интервью как замминистра очень хорошее. Она достойно отстаивает честь своего ведомства и любимого ею правительства. Но, к сожалению, я еще раз говорю, абсолютно разные впечатления от того, что мы видим вокруг медицины, от того, что говорит уважаемый чиновник. Она, на мой взгляд, живет в неком своем мире, в мире чиновничьих систем координат. К сожалению, то, что нужно реформировать здравоохранение, то, что нужно бороться с коррупцией здравоохранения, то, что нужно повышать качество медицинского персонала и их квалификацию, мы слышим в последние 16 лет. Только, к сожалению, за эти 16 лет все, по большому счету, осталось на прежнем уровне. Это свойство, наверное, любого чиновника, неважно, от медицины, от экономики, от труда, сельского хозяйства и так далее. Что постараться дать максимально обтекаемый ответ для того, чтобы потом где-то те же «собаки» журналисты не зацепили тебя и за твое неосторожное слово не порвали. Как, например, звучала же фраза о том, что с девочкой, которая уехала в Германию, отправят специалиста. За эту фразу зацепились, и, может быть, этот специалист и не нужен действительно, но журналисты, люди такие, что припомнят все. Поэтому чиновники всегда стараются дать максимально обтекаемый ответ для того, чтобы потом не попасться на удочку таких акул у журналистов. Вот и спортсменам на этой неделе не очень повезло. В первые ее дни появилась информация, что не видать им премии за победы. Таково решение губернатора. 2017 год станет первым, когда достижения оренбургских самых сильных и самых смелых останутся без материальной поддержки области. В зависимости от уровня соревнований они получали до миллиона рублей. В прошлом году получателем губернаторской премии стали полторы сотни оренбургских спортсменов. Победителям 2017 года на такую милость рассчитывать не приходится. Мы можем тратить только те деньги, которые бюджетом предусмотрены. Пока этих денег не утверждено. И вот когда они появятся по статье, мы ситуацию приведем в соответствие. Вернем все, как было. Расходы на поддержку спортсменов, на премирование, на гранты, на стипендии. Они будут в полном объеме предусмотрены для поддержки наших спортивных талантов. Кстати, наши корреспонденты в ходе опроса на улице Оренбурга выяснили, что решение об отмене премии спортсменам народ оценивает в целом положительно. И предполагать, что и сами спортсмены к этому отнесутся с пониманием. Так же посчитали и наши эксперты. С одной стороны, можно сказать, что смешно экономить на спортсменах. Сколько там эти премии? Несколько миллионов рублей. С другой стороны, когда мы входим в период тотального дефицита бюджета и жесткой экономии средств, экономить нужно на всем. В том числе, наверное, на премиях спортсменам. Потому что, по сути дела, это добровольная воля власти поощрить тем самым лучших спортсменов. Получим мы тот факт, что спортсмены начнут выступать за другие регионы. Или там как минимум будет двойной зачет Оренбургской области. И условно какая-нибудь Ханты-Мансийский автономный округ, где спортсменов любят и всячески поощряют. Но я не думаю, что Оренбургская область каким-то образом потеряет в плане привлекательности внешней. Но с другой стороны, в среде спортсменов, наверное, пойдут слухи о том, что слушай, ну что там за Оренбургской областью выступать? Денег не платят. Давай-ка будем искать другие какие-то варианты. Нормально. И эти решают свои задачи в данном случае власть, экономя бюджетные средства. И спортсмены будут решать свои задачи, выискивая, где лучше условия для тренировок, в том числе и с точки зрения материального поощрения. Но вот как отреагируют люди на следующую новость? Вряд ли она кого-то осчастливит. По некоторой информации сейчас решается вопрос о сокращении бюджета Оренбурга на 10%. И первое, на чем решили сэкономить, опять на пенсионерах. Минус 300 рублей ежемесячно, которые несколько лет город выплачивал в качестве компенсации за проезд на транспорте. Решение принято было в пятницу на заседании бюджетного комитета. С экспертами мы общались буквально за несколько минут до этого. Но никто не мог предположить, что порежут опять пенсионеров. Мне кажется, во-первых, нужно попробовать максимально отстоять те бюджетные средства, которые заложены как минимум на остро необходимые городские программы. Но сокращаться, наверное, будут деньги, которые заложены на благоустройство. В плане клумбы, малой архитектурной формы, то, что нам очень нравилось. Наверное, от этого города придется как-то отказаться. Жалко очень, потому что это украшало город. Наверное, придется сократить на каких-то инвестиционных программах, на каких-то мероприятиях, типа Дня города, например. Не приедут к нам какие-то артисты. Не было бы таких фактов, о которых мы говорили выше, народ, возможно, был бы богаче и счастливее. Хотя, судя по статистике, куда уж больше. На этой неделе в целом озвучил. 80% населения живут с ощущением безграничного счастья. В опросе принимали участие более полутора тысяч человек. Самыми счастливыми оказались самые молодые. 88% до 24 лет. Миссионеры, которые привыкли больше жаловаться на жизнь, тоже по статистике вполне оптимистичны. 76% счастливых. Правда, все счастье этих людей заключается в доме, детях и внуках. Не более. А что же касается наших вечно недовольных лиц, так это просто россияне не привыкли улыбаться. Мы же не какие-то там американцы с дежурным оскалом. Я поверю в эту статистику 80%. Если буду знать, что опрос производился в границах Садового кольца города Москвы. Вот в это я поверю. Если это будет более-менее статистика объективной по всей России, то, конечно, я думаю, что никаких 80% счастья именно нет. Потому что мы все разговариваем друг с другом и видим, что те, кто занимается бизнесом, они не понимают, что происходит. Поэтому о каком счастье здесь идет речь. Речь идет о выживании. На такой счастливой ноте, несмотря на то, что происходит, добрались до конца программы. Подготовка к Новому году объявляется открытой. Готовим наши 17 тысяч. Именно столько среднестатистически россиянин готов потратить на Новый год. Но опять же число среднее. Кто-то достанет из кошелька 50 тысяч, а кто-то возьмет в долг. На следующей неделе также подведем итоги. И поговорить, похоже, будет о чем. Говорят, к нам едет премьер. Всего хорошего и будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин